Богословие по местной церкви не столько на толковании самого текста Писания, хотя Уитнес Ли все время пытается привязаться к каким-то словам в Писании, сколько на неком откровении о внутреннем смысле библейского послания, которое Бог якобы даровал людям через своего апостола Уитнеса Ли. То есть последовательность богословия, которое совершается в поместной церкви, она несколько обратная. Не то, что берется библейский текст и из него потом выводятся какие-то богословские идеи, а скорее выводится некая богословская идея, а потом в Писании ищутся места, которые эту идею подтверждают. И получается такая интересная картина. Вот что Уитнес Ли говорил по этому поводу. «Если вы слушали Бога в моем говорении, вы были благословлены. Мое говорение этих основных новых откровений за прошедшие 25 лет было глаголом Бога. Благодарение Господу за эти основные новые откровения, которые мы увидели за последние 25 лет. Мы получили эти откровения от Бога в его глаголе через говорение его нынешнего служения. Каждое из основных новых откровений, которые мы увидели за прошедшие 25 лет, это слово Божье в новом свете. Если у кого-то действительно есть говорение Божие, у него, несомненно, есть свет. Здесь, кстати, хочу остановиться на таком моменте. Из того отрывка, который я прочитал, наверное, вы уже заметили, что стиль изложения, которому следует Витнес Ли, он очень непривычен для нашего уха. То есть, там настолько много повторений, что все предложения сливаются в некую неразделимую массу. То есть, честно говоря, когда я часто читаю тексты Витнес Ли, мне приходится напрягаться для того, чтобы понять, о чем же он говорит. Потому что он постоянно повторяет одни и те же слова, предложения перетекают из одного в другое, и уследить за ходом его мысли очень сложно. Когда последователи Витнес Ли сегодня собираются на вот эти вот ежегодные свои учебные конференции, на них они не только читают книги Витнес Ли, не только изучают их, но еще заучивают так называемые лозунги. На каждый день, которые взяты из сочинений Витнес Ли, которые как раз звучат вот таким вот образом. И поэтому, когда потом в реальности общаешься с такими людьми, иногда очень сложно понять, что именно они вообще хотят тебе сказать. Потому что смысл вот самих фраз, который им, наверное, понятен, он от человека непривычного просто ускользает. В одной из своих книг, которая называется «Дальнейший светосозидание тела Христова», Витнес Ли перечисляет несколько откровений главных, которые были даны церкви через его служение. На самом деле, это список очень важный, потому что он показывает несколько вещей. Во-первых, он показывает, что есть учения, которые Витнес Ли считает именно откровениями от Бога, то есть то, чего христианская церковь и остальная не знают в принципе. А во-вторых, именно эти учения, они показывают четкий водораздел между учениями Водчмана Ни и Витнеса Ли. То есть все вот эти вещи, которые я сейчас перечислю, это то, что появилось в поместной церкви после того, как Водчмана Ни посадили в тюрьму. То есть это плод работы именно самого Витнеса Ли, то, что он считает своим плодом, своим вкладом в развитие этого служения. Давайте мы с вами перечислим вот эти основные моменты, которые Витнес Ли якобы получил в откровении от Бога. Значит, я в данном случае не стал пересказывать их словами-словами, я просто записал те формулы, которые Витнес Ли используют для их объяснения. Значит, первый момент. Мы увидели, что последний Адам стал Духом Животворящим и что Господь есть Дух. В двух словах, что это значит. Последний Адам – это Христос, Дух Животворящий – это Святой Дух. Поместная церковь говорит о том, что Христос стал Святым Духом. То есть, когда Он умер и воскрес, Он опять вернулся к нам в виде Святого Духа. И поэтому в некоторых публикациях Поместной Церкви Святого Духа называют пневматическим Христом. Пневматический не в том смысле, что Его накачали насосом, а в том смысле, что от слова «пневма», то есть, имеющий природу Духа. Второй момент. Семикратный Дух Божий. Семикратный Дух Божий. Это достаточно сложное учение. Вообще, у Уитнеса Ли есть такая любопытная тенденция, где он выстраивает библейские понятия такими сложными этажерками. Например, откуда берется вот это понятие? Помните, в книге Откровения есть послание «Семи церквям». Дух Божий говорит «Семи церквям». Там семь светильников и семь церквей. И он говорит о том, что вот эти семь светильников – это семикратное проявление Духа Божьего. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, зачем ему это нужно. То есть, я практического смысла не вижу в этих вещах. Но сама вот эта идея, что каждый человек является совокупным человеком, то есть, в нем в одном отражен весь мир, все творения, все остальные люди, дух семикратный, все остальные вещи. Я как-то не могу понять, зачем ему это нужно, потому что как-то не понял до сих пор. Но он постоянно использует такого рода вещи и считает, что это принципиально важная вещь, раз упоминает это в ряду других откровений. Третий момент. Соединяющийся с Господом есть один дух с ним. Будем говорить об этом обязательно. Витнес-ли говорит о том, что когда человек становится христианином, у него в его духе происходит слияние Божьего Духа с Духом Человеческим. Это слияние происходит настолько плотное, что мы уже практически не можем отличить одно от другого. То есть, Дух Божий и Дух Человечески сливаются в некое почти неразделимое целое. Четвертый момент. Он пишет, что я изобрел слово «молитва чтения», чтобы передать откровение об этом факте в Святом Слове. У Витнес-ли есть такая брошюра, называется «Молитва чтения Слова Божьего». Речь идет не о молитвенном чтении Божьего Слова, когда мы, помолившись, читаем, и не о ситуации, когда мы берем какие-то библейские тексты и используем их как молитвы, а о совершенно новом методе чтения Божьего Слова, когда мы пытаемся читать Божий текст, но сознательно избегаем его понимания своим разумом. То есть используем его как такой вот странный механизм. Но будем об этом говорить подробно, я пока просто в двух словах намечаю разговор. Пятый момент. Мы никогда не видели настоящего значения и жизненной важности призывания Господа до тех пор, пока Господнее восстановление не пришло в Соединенные Штаты. А это еще одна практика, которой следует поместная церковь. Это на самом деле громкое призывание Господа. То есть поместная церковь и витнесли говорят о том, что когда мы говорим Господь, сама вот эта вот формулировка, призывание Господа, она производит в нас какое-то действие, причем буквально магическое. Он часто говорит о том, что если у вас какие-то проблемы, там с деньгами плохо, там или в молитве трудности, что сказать, скажите просто о Господь, и сразу у вас все пойдет на лад. На самом деле там гораздо более глубокие есть моменты, мы тоже к ним еще вернемся. Следующий момент, шестой. Всеобъемлющий Дух Христа является завершенностью приготовленного Триединого Бога. У витнесли есть совершенно удивительное, невероятное учение о сыром и приготовленном Боге. О том, что Бог, последовательно воплощаясь на земле, как Отец, Сын и Дух Святой, Он менялся. То есть Богу необходимо было прийти сюда как к человеку, а потом прийти как к Святому Духу для того, чтобы достичь некой степени совершенства. То есть сам Бог, Он с течением времени меняется. Следующий момент. Раздаяние приготовленного Триединого Бога в преобразованного трехчастного человека. Это совершенно необычно, абсолютно уникальное тоже для этого богословия картина того, как Бог действует в человеке. Мы будем тоже об этом подробно говорить. Слияние приготовленного Бога с возрожденным и преобразованным человеком. Тоже такой необычный момент. Дело в том, что конечной целью работы Бога в человеке по Витнесу Луи является появление единого Бога-человека. То есть слияние Бога с человеком, который является конечной целью всего, что Бог делает на земле. И вот эта конечная цель, точка омега, к которой Бог стремится, к которой Он изначально себе поставил, ради которой вообще затеялось все сотворение человека, было как раз слияние не просто с человеком, а с человечеством, для того, чтобы появилось некое единое Бога-человечество, без которого сотворение мира не достигает своего результата. Следующий момент – это домостроительство, домоустройство Бога. Здесь я не совсем понимаю, что именно Витнес Луи имеет в виду под этими словами, потому что его книжка «Домостроительство Бога» включает в себя очень много разных моментов. Скорее всего, речь идет как раз об этом вечном плане того, для чего Бог создал этот мир, каким образом Он планировал достичь своей цели слияния с человеком и так далее. Ну и, наконец, последний момент. Новый Иерусалим как совокупная личность, состоящая из всех избранных и искупленных святых божьих. То есть, опять же, помните, я говорил о том, что Витнес Луи очень любит вот эти вот семикратные дуы Божьи, да, там, совокупный человек. Вот это то же самое. То есть, в конечном итоге, у него Новый Иерусалим представляет собой не город, в котором живут искупленные люди, а как некая совокупная личность, да, в которую входят все спасенные люди. Опять же, мне сложно понять, зачем ему это нужно. То есть, возможно, я просто не как-то вот не дочитал до конца где-то какие-то вещи, но, тем не менее, подобные формулировки Витнес Луи очень любит. Самая большая проблема богословия Витнес Луи заключается в том, что отказавшись от исторического христианского богословия и дополнив свое богословие новыми откровениями, Витнес Луи заодно отказался еще от традиционного понятийного аппарата, который использовался христианами, начиная еще с первых веков христианства. И вместо слов «искупление», «освещение», «оправдание» он тоже их иногда использует, но гораздо чаще в ее книжках мы читаем слова «пропитывание». Сейчас даже сложно придумать хорошие примеры, но мы с вами увидим обязательно из чтения его, отрывков из его работ, что на самом деле привычные нашему слуху слова, они абсолютно выглядят иначе. Он придумал совершенно новые термины, наполнив их совершенно своим смыслом, и поэтому, когда мы читаем его работы, у нас они не стыкуются с тем, на чем мы выросли, тем богословием, в котором мы воспитаны. То есть человеку, который учился богословию по книжкам Милларда Эриксона или по каким-то православным учебникам, или по любым учебникам христианским, которые в исторической христианской традиции созданы, понять, что имеет в виду Лью, практически невозможно. То есть нужно буквально перекопать массу его книжек для того, чтобы все это пришло в какую-то систему, чтобы хотя бы как-то понять, что именно он имеет в виду за каждым словом, какой смысл стоит за каждым словом, которое он использует. Вот что он об этом пишет сам. «До того, как Господне восстановление пришло в Соединенные Штаты, мы никогда не видели этого откровения. Мы не использовали такие термины, как наслаждение Христом, переживание Христа и показ Христа до того, как Господне восстановление пришло в Соединенные Штаты. На основании этого библейского откровения я и изобрел эти термины». То есть он придумал совершенно новый понятийный аппарат. В результате перед нами стоит совершенно глобальная по сложности задача. Нам с вами нужно, прежде чем давать оценку какому-то учению у Витнесу Ли, хотя бы понять для начала, что именно он хочет в том или ином случае сказать. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok